Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Используют ли мировые элиты пандемию в целях убийства наличных денег и долгожданного ведения единой валюты страны Большого Брата? Что ж, растущий интерес со стороны центральных банков к этому вопросу, кажется, указывает на то, что мы действительно могли бы перейти к безналичному обществу гораздо быстрее, чем все думают. И именно вид безналичного общества, которое в конечном итоге будет создано, действительно определит наше с вами будущее. Давайте копнем глубже в эту тему. Сейчас пандемия выступает в роли отговорки при воплощении сокровенных желаний всей мировой элиты. Только подумайте, по отношению к корпорациям применяются просто невообразимые финансовые спасительные меры. Коммерческим банкам передаются огромнейшие деньги. Центральный банк скупает все мусорные облигации, ведь социализм для богатых, а капитализм для бедных, да? У нас есть массовая цензура на основных технологических платформах и, конечно же, конфиденциальность. Это в первую очередь касается таких штук, как мобильные приложения, отныне отслеживающие ваше местонахождение, якобы из-за вируса и самоизоляции. И, конечно же, священный грааль всего этого, единая мировая валюта или, по крайней мере, первое ее воплощение. Видите ли, цифровые валюты Центрального банка станут началом движения к единой мировой валюте. И все эти валюты Центральных банков уже в разработке. Если я скажу, что мы увидим их уже совсем скоро, то навряд ли ошибусь. Пакет стимулирующих мер США изначально включал формулировки о создании цифрового доллара, который из окончательной версии законопроекта убрали. Об этом я, кстати, снимал видео, ссылку на него оставлю в описании. Китай почти готов запустить свою собственную цифровую валюту, а Евросоюз начал тестировать первые этапы внедрения своей. Все это уже происходит. И когда же убивать наличные деньги и вводить цифровую валюту Центрального банка, как не во время пандемии? Помните, господа, наличка грязная, через нее всякие эти бактерии и вирусы передаются. Фу, короче, фу пользоваться наличкой. И вот сейчас, посреди этой пандемии, что делают Центральные банки, кроме как финансирование своих дружков? Они спешат принять технологию блокчейна, чтобы таким образом отказаться от наличных денег и вести цифровые валюты Центральных банков. И теперь даже Банк Международных расчетов, Центральный банк всех Центральных банков, заявил, что пандемия ускорит внедрение цифровых валют. Вот зачем сейчас это делать? Столько есть вещей, достойных внимания. И куда более насущных. Но все очень-очень просто. Банковские элиты хотят полного контроля. Они ненавидят наличные деньги и они ненавидят биткоин. Видите ли, помимо того, что наличные деньги предоставляют банкам власть над вами, они в то же время обеспечивают слишком много свободы, как это ни странно. Вы свободны делать всякие вещи именно с наличными деньгами. То, что отследить достаточно сложно. И это им не по душе. Но вот биткоин абсолютно вне поля их управления. Отсюда вполне логичные попытки загнать биткоин под собственный контроль, что мы имели возможность наблюдать в последнее время. Что я говорю, так это то, что с их точки зрения абсолютно нормально для биткоина быть цифровым золотом. Но абсолютно точно биткоин не может быть деньгами. С их точки зрения. Вот почему нашему взору представляются вещи вроде правил FATF, которые носят название правила путешествий. Проще говоря, налаживание традиционных банковских правил для криптовалюты. Что, конечно же, плохо для биткоина. И на фоне всей этой болтовни о цифровом долларе, цифровом евро и так далее, остановитесь на секунду и спросите себя. Как много времени пройдет, прежде чем у нас появится одна мировая цифровалюта? Ведь все центральные банки все равно находятся в одной и той же шайке. Цифровые валюты центральных банков не за горами. Причем сначала они покажутся очень привлекательными для многих людей. Имея в виду, что их можно будет бесплатно передавать от человека к человеку. Эти валюты будут стабильными, они будут удобными, они будут единицей счета. И, конечно же, не будут переносить всякие там болячки. Но, с другой стороны, они будут самым опасным звеном в матрице Большого Брата. Почему? Потому что не будет анонимности. Все платежи будут привязаны к вашему имени и ID. И только так можно будет оплатить что-либо. Денежной свободы не будет. То есть, если вы захотите купить фиштах или пожертвовать Викиликс, сорян, нельзя. Также не будет сохранности ваших денег. Как минимум со стороны правительства. Ну, конечно, будет легче противодействовать кражам всяких карманников. Но настоящие преступники, преступники, которые и управляют обществом, банками и правительствами, им откроются новые лазейки к любого рода грешным деяниям. Черные списки, конечно же, обязательно будут. Так что, если на вас лежит вина, скажем, каких-то мыслительных преступлений, то ваш цифровой долларовый кошелек заблокируется. И вы окажетесь совершенно отрезанными от общества и финансов. Вы даже не сможете выйти и купить еды. Тем более уж оплачивать интернет и всё такое. Следующим шагом, конечно же, будут рейтинги доверия. Прямо как в Китае сегодня. Вот если вы хороший мальчик или девочка, то хозяин даст вам вознаграждение за примерное поведение. Но если вы вдруг плохо себя поведёте, или, возможно, заглянете в какое-нибудь зазорное местечко, или чего хуже, сами станете таким местечком, то вас накажут. Вам будет запрещено использовать свои деньги, допустим, купить билет на самолёт или алкогольный напиток. Почему? Да потому что вы были плохим мальчиком. Звучит страшно, а в Китае уже так. И некоторые из крупнейших мировых технологических компаний уже замешаны в этом. И вы можете утверждать, что история авторитаризма в Китае сделала его граждан уязвимыми для такой системы, но я честно думаю, что убаюканные зомбоящиком массы отовсюду готовы отдать свои права без малейшего протеста, да ещё и под громкие аплодисменты. Главные технологические платформы уже подавляли. И подавляют сегодня несогласные политические голоса. Они были и будут стёрты из интернета. А что же касается откровений Сноудена о страшном уровне шпионских полномочий, используемых правительствами для слежки за друзьями-союзниками и гражданами. Они ведь должны были вызвать революцию, но нет, революции не произошло. Когда же были эти откровения Сноудена? Семь лет тому назад. Насколько ещё продвинулись шпионажи Большого Брата за это время? Они ведь всё ещё работают над совершенствованием самих себя. Ладно, да, это худший сценарий для цифровых фиатных всемирных валют. Я на самом деле подозреваю, что большинство, если не все сразу эти аспекты, в какой-то момент сбудутся. И будет это типа как «Дорогое население, мы должны вас защитить, вот зачем нам нужна цифровая валюта и все эти драконьи меры заодно». Послушайте, это видео не для того, чтобы тоску печально вас нагнать. Вообще нет. Знание – сила. Но вам точно нужно владеть знанием, что не стоит доверять банкам. Не верьте политикам, их купили банки с особыми интересами, и не доверяйте их новым цифровым валютам. И даже если все эти плохие вещи не произойдут, нам стоит помнить, что цифровой фиат – это, собственно говоря, все еще фиат. Эти деньги будут печататься до конца света. Пандемию явно использовали в качестве предлога для этих огромных финансовых помощей, большущих раздач для банков, массовой инфляции, которая обворует целое поколение. Также это поколение будет всецело обременено невыплачиваемой тучей долгов. Только у США 24 триллиона долларов. Поэтому либо все налогоплательщики США становятся перманентными рабами, либо у США случается дефолт. Каким боком не поверни, для доллара это хорошо не закончится. Но, возможно, новая мировая валюта может восстать из пепла грядущей Великой Депрессии и всех нас спасти. И будет использован блокчейн. Не доверяйте людям, которые говорят блокчейн, а не биткоин. Они не друзья вам. Как бы там ни было, если у вас не прет от вещей, которые я только что озвучил, у нас есть варианты. Биткоин или, возможно, слегка более прогрессирующие штуки типа манера. Они будут настоящими деньгами свободы. Видите ли, у нас уже есть всемирная валюта, и имя ей биткоин. Это вершина копья целого ряда новых ненадежных финансовых продуктов и услуг, которые фактически разрушат контрольную матрицу элит. Децентрализованные финансы? Да, это прекрасная вещь. Она сокрушит традиционную инфраструктуру и откроет совершенно новую экономику. Децентрализованные стабильные монеты, обеспеченные твердыми активами, такими как биткоин, например, который установит новый золотой стандарт, или, если хотите, биткоин-стандарт для денег. Совершенно приватные деньги, такие как манера. Не будет никаких цензур, никаких разрешений. Все будет открыто. Никто не скажет, что вам нельзя завести аккаунт или купить какие-то вещи, или пересылать кому-то деньги. Потому что кто-то там не согласен с их политическими убеждениями. Этого не будет. Биткоин — это деньги свободы. Вот поэтому элиты его и ненавидят. Они не могут его контролировать и не смогут легко его остановить. Это по-настоящему человеческие деньги. Сегодня мы сражаемся за нашу свободу против крупнейших и наиболее хорошо финансируемых компаний, банков и правительств. И все, что потребовалось, чтобы обескуражить их, чтобы заставить их бояться, это пара строчек кода, который был написан 12 лет назад кем-то по имени Сатоши Накамото. Это будет непростой борьбой, но единственный шанс избежать плохих итогов — развить технологии, чтобы опередить их. Технология — это сила, которая может в огромной степени освободить нас во имя нашего человеческого общества, в том случае, если она попадет в правильные руки. Или же, наоборот, притеснить нас, если она попадет в плохие руки и приведет к авторитаризму. Слушайте, я ведь тоже человек и подвержен депрессиям на рынке, но вот что так долго меня здесь удерживает — это большая картина. Картина нашего будущего. Революция денег, революция финансов, революция технологической свободы для человечества и построение, черт возьми, лучшего общества. Конечно, это только мое мнение. И можно даже сказать мечта. Но зачем жить, если у тебя нет мечты? Меня зовут Богатейший Ди. Зарабатывайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...